В этом дворе социального работника уже давно знают в лицо и всегда приветливо встречают. В дом по улице санатории имени Артёма Ферсановки Марина Пушкарёва приезжает к химчанам, которым сложно выходить из квартиры. Пенсионеру Алексею Зорину социальный работник в период пандемии заменяет родную дочь, которая живет в Зеленограде. Из-за пропускного режима она не может регулярно навещать отца, поэтому все продукты несколько раз в неделю ему привозит соцработник. Привезти домой продукты – не единственная помощь, о которой просят пенсионеры. Например, Маргарите Степанчиковой нужно, чтобы пенсию ей привозили прямо домой. Заявление от женщины соцработник доставит в пенсионный фонд. А в этой квартире живет совсем молодой пенсионер Владимир Бойков. Еще полтора года назад он трудился анестезиологом-реаниматологом. Беда пришла внезапно. У 63-летнего мужчины случился инфаркт. Помощь социального работника ему жизненно необходимо. Сейчас Марина Пушкарева заботится о двух десятках пожилых людей на всей территории Химок. Это пенсионеры с инсультом. Многие из них не могут передвигаться. А также столетние ветераны Великой Отечественной войны. Однако два дома по улице Санатории имени Артема в Ферсановке являются, пожалуй, самыми проблемными. Ближайшие магазины здесь расположены в двух с половиной километрах. Такое расстояние пройдет не каждый здоровый пенсионер. Общественного транспорта здесь нет. Сюда автобусы не ходят, пожилых людей очень много. И каждый человек в нашей жизни хотел бы покушать. А здесь нет ни магазина близко, ничего. До Ленинградки, сами знаете, очень далеко. Кроме Санатория Артема тоже здесь ничего рядом нет. Санаторий Артем – это закрытая зона. Вот и все. Так что просто мне очень жалко. Я взяла в кредит машину, устроилась соцработником. И вот два года я работаю вот именно в Химках. До этого я работала соцработником в Москве. Пока Марина Пушкарева навещает лишь трех жильцов этих домов. Однако уже сейчас о помощи попросили еще несколько человек. А учитывая, что в 96 квартирах львиная доля пенсионеры, в этот один из самых отдаленных районов Химок она будет ездить чаще обычного. Люди нуждаются в ее помощи. И со слов женщины, она не может им отказать. Иначе бы выбрала другую профессию.